Добрейшего времени суток, мои дорогие друзья мафиози! Мы с вами сегодня будем смотреть на обновленную, выпущенную совсем-совсем недавно версию Эйтерн Мода, 15-й юбилейная! И Кайзер, создатель этого мода, хотел бы вас всех от себя поздравить с наступающим новым годом, желает вам всего самого-самого лучшего! И я к этим всем пожеланиям также целиком и полностью присоединяюсь! У него были другие планы, он их отложил, чтобы вас всех порадовать! Ну что, посмотрим, какие нововведения в юбилейной Эйтерн-версии есть! Мне уже при мне терпится посмотреть, вместе с вами вперед! Ну и начнем свой рейд с самого важного места! Конечно же это Барсалей, какой же может быть еще, правильно? Вот, я тут обнаружил, что оказывается доска теперь стоит не 50, не 100 долларов, как раньше, а всего лишь 5 долларов! Это уже, по крайней мере, прогресс! Возможно, в следующем обновлениях доска будет вовсе бесплатно! Жду, не дождусь! А пока я сейчас себе буду тут забор собирать! Могу себе позволить! Вот такое количество досок теперь можете купить за 100 долларов! Раньше, когда только доска находилась, мы могли купить только одну, либо две! Теперь видите, разница колоссальная! Вы можете тут целую будку построить для своего песика! Какого песика, скажете вы об этом чуть попозже? Но, по крайней мере, уже радует! Возможно, в скором времени доска и вовсе станет бесплатно! По крайней мере, лично я не стал бы платить за нее ни ломаного гроша! Так, ну ладно, что-то еще изменилось! Винченце куда-то подевался, возможно, по делам каким-то своим старческим! Но нет! Он вот тут... Что-то тут просвечивается! А что это так? А где текстура? Почему-то я сквозь полки прохожу! Ладно, не важно, не важно! Ну, по крайней мере, теперь добавили Винченца в свою коморку! Он не будет стоять там и грустить вот здесь! Хотя, возможно, ему понравилось больше, что свежий воздух, как он никакой, да? Ну, вот теперь он здесь сидит! Молодец! Так, но это еще не все нововведения, которые вы можете найти в баре Сальери, в новой версии Этерн Мода! Вы теперь можете зайти полноценно в бар Сальери через вот эту дверку! Можно посмотреть на посетителей, можно посмотреть на глаза доброго Луиджи, можно посмотреть, что едят тут наши постоянные посетители, можно посмотреть на этого мужика, который грустит, что-то... Вот, можно зайти сюда, ничего тут нет, Фрэнк исчез, видимо, они с Доном куда-то пошли, по магазинам, кто знает. Вот, если мы нажмем на шкаф, то мы превратимся в полноценного Дона Сальери! Да, серьезно, это круто, это мне функции очень нравятся, тем более у него два варианта одежды еще есть, если вы хотите вернуться в Томи, то нужно еще раз заюзать шкаф, и тогда мы опять будем молодым и энергичным мужичком, а сейчас нужно... ну, побегу я, пожалуй, что пожилым детком, вот, возможно, меня кто-нибудь узнает, автограф спросит, с просьбой подбежит. Так, ну, в общем-то, в баре в Сальери на этом все! Идем, идем-ка с вами исследовать... да, кстати говоря, гляньте, полу... Том полудон! Видите? Блин, это вообще такой прикольный баг, то есть мы переоделись здесь в Дона Сальери, но не было проработано на модели Дона Сальери, когда он водит за рулем, и поэтому, если вот так вот поворачивать, то мы видим, что Томи возвращает свою натуральную оболочку, вот, особенно вот так вот, если поворачивать. То есть, по большому счету, мы видим двух людей, которые за рулем находятся, это, блин, очень прикольно, вот, еле-еле заметил, возможно, вы бы и не заметили такого, вот, но я случайно чисто наткнулся на это. Да он-то куда Тома дел? Он же с тобой сидел! Хе, как-то это двояко звучит. Женушка, привет! Не узнаешь? Нет, ну и так смотришь. Ладно, вот добавлены пальмы, вот такие вот прикольненькие. Так. И на задний дворик добавлена собака, которая, первый собак, которая не отгрызет вам яйца, если к ней подойдет слишком близко. По-моему, здорово, да? То есть у нас есть такой бобик, к которому мы можем собрать будку, если купим досок в баре Сальери, достаточно количества. Опять же так, можем поесть, но это еще есть весь тот функционал, который уже вам известен из предыдущих версий Эйтерны. Извини, дружок, я тебе не принес косточку. Так, ладно, будем смотреть в Хобокине, что же там нового добавилось. В Хобокине можно теперь зайти в бар Помпей. Тут возле этого бара стоит тот же мужик, который стоял под мостом и продавал дурь. Теперь у него можно дурь покупать здесь. Я этого делать не буду, я поищу что-нибудь интересного вот здесь. Так, I'm glad, I'm American. Особо не понял, но, по крайней мере, вы можете теперь посмотреть, что вы можете выпить. Могу выпить что-нибудь. Здесь так много приятных людей. Очень много приятных людей. Особенно вот этот вот очень приятный человек. Вот смотрите на его лицо, очень приятное. Либо посмотреть на вот этого вот заправщика, да, либо на этого... Что это, кстати, в дорогой одежде-то? Кого спер? Ну-ка... Говори, кого спер одежду. Негры не могли столько зарабатывать в 30-е годы. Вор какой-то, значит. Ну, видимо, крутой, если он до сих пор живой. Может, дурь он кому-нибудь толкает здесь, на это наварился. Но, по крайней мере, вот теперь вы можете зайти в бар Помпей. Ничего тут особого сделать не сможете. Поговорить, да. Но будут говорить, что здесь так много приятных людей. Так много, так приятно, и всю жизнь бы здесь жил. Так, ну ладно. Ну и тут дурь можете купить, если хотите. Только вас предостерегают, что если у вас будет мало здоровья, вы купите дурь, вы погибнете. Если у вас будет здоровья много, вы купите дурь. С вами ничего не станет. В общем-то так. Но, знаете, наркотики это плохо даже в играх. Поэтому я это не одобряю. Подъезжаем к следующему пункту нашего дневного назначения. Это Хобаген, железнодорожные пути. Почему я тут остановился, а что вам сказать? Поезд, который добавился здесь. В общем-то он служит как декорация. Он не может ехать. Тягач стоит. Там пустота. Ну, по крайней мере, как декорация. Это здорово. Есть и есть. Хорошо. Также мы можем зайти вот сюда. Смотри, поздороваться с мужиком. Здорово. Ты мне помогал в 15-ой миссии. Дайте я пожму руку. Где мужик тут? Где-то валялся. Вот. Можем увидеть также вот этот рычаг, благодаря которому он пустил поезд. И Серджио Морелло становился здесь, потому что он боялся. Ну, по крайней мере, его шофер боялся за сохранность. Вот. Ну, по крайней мере, можно здесь постоять, посмотреть, попытать с молчаливым мужиком, смотрящим вдаль. На мою машину смотришь, да? Нравится? Дарю. Также, для тех, кто не знал, на маяке у вас есть возможность посмотреть на так называемые уникальные машины с характером, у которых есть 4 передачи. Вот. В принципе, внешние машины абсолютно те же, но по скоростным характеристикам они круче. Так что, если хотите, вы можете сюда приехать, посмотреть, где они находятся, и испытать их. Да, хорош мне уже Тор показывать по многу раз. Вот. Так что я, в принципе, грузовиком уже показывал. Да, действительно, ну, прям не шибко сильно ощущается. Для любителей, пожалуйста, есть список из 6 машин с характером, который вы можете протестировать, кататься в свое удовольствие. А мы с вами сейчас перемещаемся в село и будем искать с вами уникальный транспорт. Так, ребята, ну что, будем с вами сейчас искать этот уникальный транспорт, который был добавлен в этой версии игры. Ну, откровенно говоря, я уже нашел этот транспорт, меня он позабавил. Ну, вот, поиск... Сколько времени ушло на поиск? Минуты, наверное, 4. Спрятал его Кайзер довольно-таки неплохо, но по радару видно, что маленькая такая точка незрачная выдает, что тут-таки стоит эта уникальная машинка. Вот, вообще, эта машина изначально была введена разработчиками в файлы игры. Они хотели, наверное, как-то применить тот транспорт, который там же остался, но не нашли им применения. Вот, поэтому он там и остался как памятник для мододелов. Однако, спасибо за то, что они хоть открыли эти файлы. А теперь мы с вами, фанаты игры, можем поливоваться на вот такие вот изобретения чешской извращенной мысли. Это мотоцикл, да, на нем можно кататься даже. Вот, бац. Правда, он чертовски недоработан, поэтому Томми буквально проваливается в него, прям как в трактор. Вот, и на поворотах он очень плохо себя ведет и его постоянно заносит. Вот, ну, по крайней мере, так немножко повеселиться на нем можно. Скорость у него низкая, постоянно вас будет колбасить. Если вы перевернетесь, вы будете помирать. Оп, давай-давай, на одном колесе. Как? О! Где бы вы это еще такое увидели, гангстеры? Я в них врезался, они даже не стали на меня серчать. Они говорят, ну, тут-у-у-у-у. Такой клоунады им показывают. Опа! Шуберт, ты что это подпрыгнул-то? Эй! Верните меня в начальное положение. Да. Мне кажется, танком было проще управлять, чем вот эти мотоциклы. Да хорош вы ездите, дайте мне на мотоцикл съездить. Вот. Давай, выпрямляй его, выпрямляй. Это же брутальный мужик. Давай. Вот. Выход, выехай-то на дорогу. Вот потанцевали, немножко подрифтовали на мотоцикле. Ой, с коляской. Вот, блин, коляска тут явно лишняя, она перевешивается. Ой, ну, не удалось покататься. По крайней мере, мне удалось вам показать то, что тут было введено. Это, пожалуй, самое лучшее нововведение 15-й версии. Действительно классно, управлять им очень сложно. Не крэйзи хурс, конечно. Там, по крайней мере, негативные последствия для вашего здоровья гарантированы. А тут вот, нет, вы просто встрянете и ничего не сможете с этим поделать. Прикольно, здорово, одобряю. Ночное село. Нововведение было добавлено одно. Одно. Каждые где-то секунд 30-40, Томми будет какую-то фразочку говорить. Будет говорить абсолютно рандомным образом, возможно, даже одну фразу подряд будет 2-3 раза. Вот, ну, прикольно, как-то оживляет игровой процесс. Вот, пожалуйста. Правда, эта фраза именно Полли в первой миссии, когда мы должны были выдирать от их преследователей, именно иногда там мог Полли так сострить. Если вы очень тупили, я ровно один раз слышал эту фразу, потому что я ровно один раз так жестко тупил, что ездил, как черномазый таксист. Так, ну, давайте еще доедем до следующей фразочки. Вот, и мы с вами в небольшой город переместимся, где посмотрим последнее нововведение этого же фразочка Сэма. Вот так, то есть, по крайней мере, разнообразие вашей охоты за злыми кустами будет. Я прям-таки успел даже от выкнать уже от этой туманности небольшого города. Был введен всего лишь один фикс, справка, не знаю, дополнение. Вот, если вы нажмете на клавишу NUM2, то вы сможете вот так вот от первого лица смотреть на все это. Для меня это плюс, потому что я могу с легкостью делать какие-нибудь превьюшки прикольненькие. Но как-то смотрится это очень странно. Такое ощущение, что у меня на одноколесном велосипеде блюхой катается. Но, по крайней мере, возможно, какая-то недоработка есть. В будущих версиях это будет немножко исправлено. Вот, в крайней мере, есть функция прикольная. Вот, это уже хорошо. Ну, в общем, на этом можно закончить такой-то обзорчик 15-й версии. Еще раз вас всех с наступающим. Будет еще очень много роликов. Будет на новогодние каникулы и также прохождение мафии с зимним модом. Так что, друзья, будет много веселого, если вы до сих пор не подписаны, подписывайтесь. Нет, ну это, конечно, вообще ни в какие ворота не идет. Я опять нажал на двойку, и его реально прям так законтузило. Камера теперь переместилась ему чуть ли не за шивора. Да, вот это вот действительно дико смотрится. Лам-ба-дан, да-да-да-дам, да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Да, я тебя таким кумарным еще никогда не видел, Томми. Надеюсь, больше не увижу. Так, ну вот, на этом действительно все. Всем всего самого-самого наилучшего. Веселия, позитива, радости, счастья, здоровья. Пока-пока, друзья. До следующих встреч. Продолжение следует...